У нас до 1 марта 2018 года дачная амнистия продлена, но здесь тоже есть нововведения, которые являются немаловажными. Если раньше ты мог просто показать документы о том, что ты там состоял, допустим, в этом садовом обществе, что ты там действительно проживаешь, находишься, что ты приобрел этот земельный участок, пользуешься своим дачным домиком до вступления в силу закона о садоводческих и товарищеских обществах, то сегодня ты должен иметь обязательно технический план на дом. Что это такое? Объясню тоже в двух словах, чтобы было понимание. Вообще вот у тебя есть папка с документами. Основные документы у тебя какие? Это свидетельство о государственной регистрации права, о том, что ты имеешь право, если на частный жилой дом рассматривать. Это кадастровый паспорт на этот объект. Есть также технический паспорт, технический план. Технический план тебе нужен для того, чтобы у тебя была привязка координат твоего дома к твоему конкретному земельному участку вместе со всеми внутренними промерами. То есть это такой один большой объемный документ. Я думаю, что законодатель это сделал в связи с тем, что большинство земельных участков, так как они в свое время база объединялись, менялись, они не все корректно стоят в государственном кадастре недвижимости, на кадастром учете. И если смотреть, земельные участки сейчас, допустим, приводят уже в соответствие, а объекты недвижимости на них тоже нужно привести в соответствие. А если объект недвижимости не имеет конкретных координат, связанных по спутнику, сделанных с геодезической съемкой, то, соответственно, твой дом может оказаться на соседнем земельном участке, на доме соседа или еще что-то. Такие проблемы часто возникают. Не имея техплан на дом, очень сложно продать, подарить, передать по наследству. Это вот сейчас опять-таки вопрос о садовых и дачных участках. То есть их просто так передать невозможно, несмотря на то, что ты вроде бы всю жизнь пользуешься этим земельным участком. Но если, не дай бог, что-то случится, то ты внукам, детям никогда не сможешь его передать, потому что по факту он законодательно не закреплен и не оформлен надлежащим образом. То есть это в любом случае нужно оформлять. А то, что планируется принятие с 2018 года, если твой индивидуальный жилой дом, то есть если садовое общество это товарищество собственников жилья, либо СНТ, там садовые некоммерческие товарищества, то здесь индивидуальное жилищество, строительство ЛПХ, все вот эти вот объекты, их также нельзя будет продать, перепродать, подарить, передать по наследству. И более того, ну как тоже это еще говорят, я вот не знаю, да, на фазе планирования, так скажем, что и налогообложение будет другое. Все-таки для того, чтобы законодатель, государство и видели все объекты, чтобы они были учительные, ну и в первую очередь это помогает гражданам. То есть ты точно знаешь о том, что на твой земельный участок никто не посягнен, твой дом стоит в границах твоего земельного участка, это надежно. В принципе вложение, допустим, на технический план, один раз сделать 4000 рублей, там заплатить, ну от 4000, это не такие большие средства для того, чтобы жить и спать спокойно в дальнейшем. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан Информационное агентство Татаринформ